Деяние апостолов, глава 26 Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев, посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царя Гриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда? И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить и Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна?» Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань, и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царя Гриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать, и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел? Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест», — сказал он, — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». «Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило». «Веришь ли царя Гриппа пророкам?» «Знаю, что веришь». А Гриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, «Царь и правитель», вереника и сидевшие с ними встали, и, отошедши в сторону, говорили между собою, и что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказала Гриппа Фесту, «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Посему и решился правитель послать его к кесарю.